Восстановление Израиля Важность этого значения для Церкви, для тела Мессии во всем мире Сама тема Израиля может быть открыта только через Откровение Что такое Откровение? Откровение, это настоящее Откровение, это когда Дух Святой Он приходит и Он открывает нам, что лежит на сердце у нашего Господа Ишуа Ишуа сказал в Евангелии, это Иоанна 16 главе Когда же придет Он, Дух Истины, Он наставит вас на всякую истину Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит И будущее возвестит вам Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам То есть вы видите, когда приходит Дух Святой, когда мы ищем Божьего Откровения о еврейском народе Бог хочет взять и открыть нам то, что лежит на Его сердце Вопрос Для чего Господь хочет это сделать? На евреях и на Израиле, как на народе, на современном государстве Израиля Можно сказать, лежит невидимая рука Божья И мы должны искать, просить и стучать И Бог откроет нам эту истину, эту Божью истину Он нас призывает в Нагорной проповеди стучать, искать Потому что это то, что Он ожидает от нас Он хочет, чтобы мы были на самом деле голодными по той истине, которая у Него есть для нас Он хочет открыть нам свой план об Израиле Потому что, во-первых, для того, чтобы присоединить нас ближе к своему сердцу Чтобы приблизить нас, чтобы мы поняли не просто Его планы, не просто Его цели Чтобы мы поняли Его чувства, чтобы мы поняли Его посвященность еврейскому народу То есть, первое, что я хочу сказать Бог хочет открыть нам эту истину об Израильском народе Для того, чтобы нас самих, нас, своих детей, приблизить к своему сердцу И, во-вторых, для того, чтобы помочь еврейскому народу вернуться к Богу Одно из предназначений церкви заключается в следующем Чтобы мы помогали неверующим евреям возвращаться к Богу через ихнего Мессию Ишуа Это одно из наших предназначений И возвращение евреев в землю обетованную Оно имеет историческое и пророческие значения для нас Историческое значение заключается в следующем Никогда еще народ, который был рассеян на протяжении 20 веков Был опять собран в ихнюю историческую родину Многие народы, они уже, как мы говорим, канули в лету Они прекратили свое существование А евреи, они как были среди нас, они и остались И более того, они собраны на ихнюю историческую землю Евреи, они сохранили свою национальную принадлежность Мы это знаем Государство Израиль, оно было основано Через три года после ужасной трагедии Которая пережила европейское еврейство Мы знаем об этом Под руководством Гитлера было налажено Систематическое уничтожение евреев Две трети европейских евреев Они были расстреляны, они были уничтожены в концлагерях и в крематориях И в 1948 году, мы знаем, государство Израиль, оно образовалось Более того, еврейский народ, он возвращается на свою историческую родину Со столицы в Иерусалиме Да, тот же самый город, который являлся библейской столицей государства Израиль Когда мы читаем на страницах наших Библии Тот же самый город, он является опять столицей еврейского народа Но не только народ возвращается в свою историческую родину Еврейский народ сегодня говорит на языке, который называется еврит И корни современного еврита Они находятся в Слове Божьем Когда я приехал в эту страну, через определенный промежуток времени Я решил, что пришло время для более глубокого изучения еврита Мне повезло, я попал в класс, где преподаватель была женщина, которая родилась здесь Более того, она знала также Ветхий Завет Она знала Писание Она знала пророков, она читала Теилим У нас были очень хорошие беседы с ней на тему Слова Божьего И она мне сказала, Андрей Все знают, что корни современного еврита Они находятся в Слове Божьем Поверьте мне Это откровение на самом деле нам необходимо понять Язык возрождается Эта нация говорит на языке Слова Божьего Более того, это молодое государство Израиль Оно является одним из мировых лидеров в таких сферах новых технологий Как компьютерная индустрия Мы с вами знаем о знаменитой военной промышленности Израиля Весь мир знает, что в Израиле есть очень квалифицированные профессиональные врачи Эти люди по-настоящему знают, как обращаться сегодня с землей То есть с земледелия Есть технологии, которые развиваются здесь, в этой стране Но чудо Израиля состоит в том Что еще 60 лет назад Люди, которые приезжали сюда Они не могли видеть никакой потенциал в этой земле Люди, которые приезжали сюда Они говорили, что эта земля Она находится в запустении На этой земле ничего не растет И люди, эти еврейские Первые еврейские поселенцы, которые приезжали в эту страну Они положили свои жизни в основание государства Израиля И сегодня мы, как общество в Израиле, мы чтим и помним их память Но мы должны себе задать такой вопрос Возможно ли это восстановление еврейского народа На их историческую родину Что это все произошло просто так? Или это есть на самом деле громадное, могущественное движение Божие? Я думаю, ответ на этот вопрос мы можем найти на страницах нашего писания И я хочу с вами поговорить о втором аспекте возвращения еврейского народа Который называется пророческое значение Возвращение еврейского народа в их землю Давайте откроем книгу пророка Еремии Мы откроем с вами книгу пророка Еремия 31 глава 31 глава, в которой, как мы знаем, в конце этой главы Бог говорит о новом завете Завет, который Он заключит со своим народом Давайте прочитаем следующие стихи Еремия 31 глава 10 стих Слушайте слово Господне народы Бог обращается через своего еврейского пророка Но не только к своему народу, к Израилю Не только к еврейским людям Он обращается к народам Он хочет, чтобы мир услышал то послание, которое есть у него И вот что Он говорит Другими словами, то, что мы с вами видим Бог в своем слове обещал вернуть евреев В свою землю по истечению определенного промежутка времени И когда мы обращаемся к вам к писаниям Таких пророков, как Исайя, Еремия, Иезекииль Мы видим, что Бог изначально Он дисциплинирует свой народ Но в то же самое время Потом наступает период милости Когда Бог обещает восстановление Когда Бог обещает возвратить свой народ Обратно в их землю И то, что мы сейчас с вами прочитали Еремия 31 глава, 10 стих Это уникальный стих, который говорит о могуществе Божьем Только Бог, который рассеял Израиль в прошлом Он может вернуть этот народ обратно В ту же самую землю обетованную Если Он рассеивает, никто не имеет силы И могущества собрать Если Он благословляет, никто не может проклясть Если Он открывает двери, никто не может закрыть И этот принцип мы видим на страницах нашего писания постоянно Давайте посмотрим еще один стих Тот же пророк Еремия, только 16 глава Поэтому приходят дни 16 глава, 14 и 15 стихи Поэтому вот Приходят дни, говорит Господь Когда не будут уже говорить Жив Господь, который вывел сынов Израилев из земли египетской Но жив Господь, который вывел сынов Израильев из земли северной И из всех земель, в которые изгнал их Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их Уникальное пророчество, которое, кстати, повторяется два раза В книге пророка Еремия То, что Бог здесь говорит Он говорит Вы помните тот исход из Египта, который я сделал? Вы помните тот исход, когда Мошея, когда Моисей Был моим слугом Был лидером, которого я послал еврейскому народу Через которого я вывел евреев из египетского рабства И привел их к себе И заключил с ними завет Он говорит Сейчас я начинаю делать гораздо более могущественное движение И я верю, что эти пророчества Они по-настоящему говорят о современности О том, что Бог делает сегодня здесь И мы с вами являемся свидетелями этого беспрецедентного Возвращение евреев со всех концов планеты Назад в ту землю, которую Бог обещал своему народу Бог не забыл об евреях И с момента возрождения, с момента образования Современного государства Израиля Идет очень большая репатриация Очень большое возвращение евреев В ту землю, которую дал им Бог Давайте посмотрим на ту статистику, которую я приготовил Это статистика из претро-лиса Центрального статистического управления Израиля Давайте посмотрим Ко дню празднования независимости 65-й годовщины независимости Численность Израиля Численность населения страны составляет Около 8 миллионов человек На момент образования государства Она составляла 806 тысяч жителей Еврейское население Израиля составляет Около 6 миллионов человек Или 75% от общего количества населения В 1948 году был лишь один город С населением более 100 тысяч человек Человек Тель-Авив Сегодня в Израиле 14 городов С населением более 100 тысяч человек 6 из них с населением более 200 тысяч человек Это Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Ришон, Лицион, Аждот и Петахтиква Другими словами, что же мы с вами видим? Мы должны видеть могущее движение Божьего И если мы видим и мы соглашаемся, что это делает Бог Тогда мы признаем его силу, власть и могущество этого Бога Израиля Который единый имеет власть и силу Собрать свой народ обратно в ихнюю землю Но вернуться в землю обетованную Никогда не являлось окончательной целью Божией В наши дни, эти древние пророчества Они буквально исполняются на наших глазах И после того, как Бог обещает вернуть свой народ обратно в ихнюю землю Он обещает здесь изменить свой народ Он обещает сделать что-то другое Что-то, что может сделать только Он Давайте обратимся к книге пророка Езекииля 36 глава И посмотрим стихи 24 по 28 Вот что обещает Господь Я возьму вас из народов Обратите внимание, Он говорит здесь Я не выведу вас только из Вавилона Он говорит, Я заберу вас Я возьму вас из народов Во множественном числе И соберу вас из всех стран И приведу вас в землю вашу И окроплю вас чистой водой И вы очиститесь от всех скверн ваших И от всех идолов ваших очищу вас И дам вам сердце новое И дух новый вложу Дух новый дам вам И возьму из плоти Ваше сердце каменное И дам вам сердце плотяное Вложу внутрь вас дух мой И сделаю то, что вы будете ходить В заповедях моих И уставы мои будете соблюдать И выполнять И будете жить на земле Которую я дал отцам вашим И будете моим народом И я буду вашим Богом Другими словами, что мы здесь видим? Бог говорит, когда я верну вас Здесь, в эту землю Я тогда начну изменять ваши сердца И он говорит, я дам вам новое сердце И новый дух И мы с вами знаем, что это возможно Только когда мы приходим к Ешуа Мессия Только когда мы посвящаем Ему свои жизни Когда мы возвращаемся к Богу на Его условиях Тогда мы можем принять новый дух И новое сердце Позвольте мне поделиться немного о себе Я не родился в Израиле Я родился, как я говорю, в стране Которая уже больше не существует Я родился в Советском Союзе Я родился в маленьком городке В городке на Дальнем Востоке И когда я приехал в Израиль В 1998 году Я не был верующим человеком Я никогда не слышал о Боге Я, честно сказать, даже и не думал Что Бог существует на самом деле Но именно здесь Именно в Израиле Именно в обетованной земле Я встретился с Богом И когда я начал изучать Писание Когда я начал изучать пророков еврейских Я увидел то, что моя встреча с Богом Она произошла из-за того, что Бог когда-то пообещал Вернуть свой еврейский народ И здесь, в этой земле обетованной Встретиться с ними Дать им новое сердце и новый дух То, что я понял Я нахожусь на волне исполнения великих пророчеств И когда мои глаза открылись на эту реальность Я увидел, что на самом деле Количество верующих в земле израильской Современном израильском Оно постоянно растет Послушайте такую статистику В данный момент насчитывается около 150 еврейских Мессианских общин Собирающихся по всему Израилю И ведущих собрания на разных языках Количество верующих составляет около 20 тысяч человек Которые постоянно возрастают С 1948 года, когда в Израиле было около 12 верующих Вышо евреев В 1987 году уже было 3000 человек И в 1997 году уже было 5000 евреев Которые веруют в Иешуа Месси Что же на самом деле делает Бог? Бог поднимает сегодня в земле израильской Свою невесту, свою общину, свою церковь Он готовит ее к последней битве Какой? К битве за еврейские сердца К битве Кому же будет по-настоящему Принадлежать сердце еврейского народа Так как он сказал Я сделаю вас своим народом И вы будете моим народом И я буду вашим Богом Бог хочет дать своему народу Новое сердце и новый дух И верующие в Израиле Это может быть 20 тысяч людей Это же такая небольшая цифра Но для нас в Израиле это цифра И мы постоянно сталкиваемся с различными нападками Со стороны религиозных групп Светское население Израиля Оно иногда недопонимает нас Но мы нуждаемся в ваших молитвах Мы нуждаемся в вашей поддержке Мы нуждаемся в мостах дружбы и единства между нами Это то, что Бог делает Он возвращает людей в их землю И он возвращает людей к самому себе И когда мы это понимаем Мы на самом деле видим Что Божье пророчество Божье слово, которое сказано более тысячи лет назад Оно до сих пор формирует судьбу еврейского народа И оно до сих пор формирует судьбу всего мира Дух Святой Он жаждет обратить сердца еврейского народа Он нуждается Он хочет, чтобы мы встали И были соработниками с ним Давайте обратимся Обратим свое внимание к следующим стихам Писания Обращаясь к еврейскому народу Ишуа сказал В 23 главе от Матфея Он сказал Вы не увидите меня Пока вы не воскликнете Благословен грядущий во имя Господне Он сказал Вы увидите меня Евреи Вы увидите меня Иерусалим Вы увидите меня Израильтяне Только тогда Когда вы сами Пригласите меня Другими словами Для возвращения Ишуа Для того, чтобы Ишуа вернулся Необходимо, чтобы евреи Жили здесь В обетованной земле Более того В книге Захария 12 глава 10 стих Давайте посмотрим Бог говорит А на дом Давида И на жителей Иерусалима Я изолью дух благодати и умиления И они возрят на него Но настоящий перевод говорит На меня Которого пронзили И будут рыдать о нем Как рыдают о единородном сыне И скорбеть Как скорбят о первенстве Другими словами Бог говорит Будет период времени Как в Израиле Когда евреи будут здесь В земле обетованной И я начну изливать на них Дух откровения Дух, который приведет И откроет их глаза И евреи начнут видеть Кто такой Ишуа Мы с вами знаем Что в полноте Эти пророчества Осуществятся В конце этого века В конце времен Но то, что мы сейчас должны видеть Что Бог уже начинает Изливать Свой дух На израильский народ Для того, чтобы они понимали Кто такой Ишуа Это то, как мы можем молиться И стоять с еврейским народом Можем говорить Господь Излей своего духа На еврейский народ Чтобы они увидели Тебя Пронзенного Тебя В котором они найдут Своё предназначение Евреи вновь устраивают Свои дома В земле обетованной Они развивают Свою экономику Но для нас Для библейских верующих Для нас Верующих Вишуа Мы должны понимать Что это просто-напросто Знамение того Что скоро Бог пошлёт Своего сына Бог подготавливает Израильский народ И весь мир К возвращению Своего сына Какой с вами Мы можем сделать итог Божье слово Оно неизменно верно Так как это послание Нашего Творца Бог Он верен Своему слову И Он не изменяет Своих намерений О еврейском народе Он не изменяется Мы должны изменяться Но Бог Он изменяться не может И когда мы начинаем понимать Что возвращение Израиля Имеет важность В наших глазах Когда мы видим Что в этом всём Даже есть И надежда для нас Что наш Господь Он вернётся Что возвращение евреев Оно согласно Слову Божьему Ободрение для нас Что Бог Он верен тому Что Он сказал Через пророков Тогда Вместе с этой радостью Вместе с этим пониманием Мы должны также понять Если другую истину Когда мы признаём это Мы также становимся Вовлечёнными В духовную брать Которая ведётся Потому что Бог У Него есть цели Которым есть противник И есть эта невидимая борьба И есть духовные враги Которые всегда стараются Осквернить Уничтожить евреев Уничтожить Израиль Мы должны понять это Такие террористические организации Как Хамас Как Хизбалла Государство Иран Это только несколько явных врагов Которые открыто заявляют О своём посвящению Уничтожению еврейского народа Израиля Сегодня лидеры Хамаса и Хизбаллы Они учат целое поколение людей Ненависти к евреям Ненависти к евреям И пытаться уничтожить Израиль И еврейский народ Это попытка Дьявола Представить Бога лжецом Но Бог обещал Что Бог Что Израиль И еврейский народ Будет всегда перед Его глазами И служить Ему И это неизменная истина Давайте посмотрим Книгу пророка Иеремия 31 глава Вот что говорит Господь Так говорит Господь Который дал солнце Для освещения днём Уставы луне и звёздам Для освещения ночью Который возмущает море Так что волны его ревут Господь Саваоф Имя ему Если эти уставы Перестанут действовать Передо Мною Говорит Господь То и племя Израилева Перестанет быть народом Передо Мною навсегда Так говорит Господь Если небо Может быть измерено Верху И основания земли Исследованы внизу То и я отвергну Всё племя Израиля За всё то Что они делали Говорит Господь Другими словами То что мы с вами видим Он говорит Так как вы не можете Изменить Порядок вещей Которые я сделал Так как вы не можете Измерить небо Измерить землю Вы не можете Нарушить мои цели В отношении Израиля Израиль всегда Будет перед глазами Божьими Еврейский народ Всегда будет Перед глазами Божьими В то же самое время Дьявол Он будет Использовать Всё Чтобы Осквернить Евреев Почему? Потому что он знает Что еврейский народ Они здесь Они возвращаются В землю Они возвращаются К Богу А потом Они начнут Восклицать Они начнут Пригласить Ишуа А когда Ишуа вернётся Мы знаем с вами С книги Откровений Он возьмёт дьявола И он закует Его в бездну Дьявол знает Библию Он знает Свой конец И он знает Что лучше Начать противиться Этому Как можно быстрее Какой вывод Мы можем Из этого делать Идёт Большая Духовная борьба И Бог Поднимает В это время Ходотаев Бог даёт В это время Многим общинам Многим людям По всему миру Откровения О том Что ходотайство Оно Оно Жизненно важно И церковь Она должна Ходотайствовать За Израиль Мы должны Встать И молиться За неверующий Израиль Мы должны Встать И молиться Чтобы Бог Начинал Спасать И изливать Свой дух И чтобы Спасение Оно Шло Оно Нарастало Своё присутствие Здесь в Израиле И последнее Когда Бог Сказал Аврааму Следующие слова Из книги Бытие 12 глава Давайте откроем И сказал Господь Аврааму Бытие 12 глава 1-3 стих Подей с земли Твоей От родства Твоего И от дома Отца Твоего В землю Которую Я укажу Тебе И я произведу От Тебя Великий народ И благословлю Тебя И возвеличу Имя Твое И будешь Ты в благословлении Я благословляю Благословляю Тебя И злословящих Тебя Прокляну И благословятся В Тебе Все племена Земные Что же Бог Обещал Бог говорит Я благословлю Благословляющих Тебя И злословящих Тебя Прокляну Другими словами Благословление Божие Или Божие Проклятие Оно придет В жизни Людей На основании Того Как они Будут Относиться К Аврааму То есть Если люди Будут Благоволить К Аврааму Если будут Желать ему Добра Тогда и Бог Будет высвобождать Свою благодать По отношению К этим людям То же самое Сегодня Тот народ Те люди Которые Встанут Вместе С еврейским Народом Бог обещал Изливать Свою благодать Бог будет Давать Свою благодать Будет Благосклонен К этим людям Но и Обратное Тоже верно Люди Которые Будут Препятствовать И стараться Очернить И уничтожить Еврейский народ Библия говорит Что они будут Тогда иметь Дело с Богом Бог говорит В тебе Авраам Благословятся Все племена земные Другими словами Бог обещал Настолько Благословить Авраама Что через него Благословление Божие Достигнет Всех племен Всех семей Земли И Бог Исполнил Это обетование В своем Сыне Ишуа Благодаря ему Благодаря Ишуа Мы примирены С Богом Мы стали Получателями Этой Божьей милости Я думаю Сегодня Мы должны Остановиться И подумать Если Бог Был верен Исполнил Это И Божье Благословление Божье Примирение Оно реально В нашей жизни Мы примирились С Богом Через его Сына Ишуа Должны Должны Ли Мы Что-то Сделать Замен Должны Ли Мы Сами Встать На сторону Божьих Целей Какой Выбор Сделаем Мы Я знаю Что мы Сделаем Правильный Выбор Я знаю Что в Это Поколение В этом Поколении Бог Дает Откровение Бог Хочет Чтобы Его Дети Чтобы Его Семья Они Понимали Планы Отца И чтобы Они Стали Чтобы Мы Когда Мы Читаем Библию Когда Мы Читаем Слово Божие Чтобы Бог Не Просто Открывал Нам Свои Пути Свои Планы Чтобы Бог Открывал Нам Своё Сердце Свою Верность К Еврейскому Народу И чтобы Через Все Это Мы Становились Ходотаями Чтобы Через Все Это Мы Становились Божьим И Сосудами Милосердия И чтобы Бог Использовал Нас В Донесении Благой Вести Его Детям Его Народу Израиля И Его Еврейскому Народу Спасибо Шалом Лейтрауд Мессианский Центр Возвращенный На Сион Из Израиля Ставит Перед Собой Цель Рассказать Израилю О Мессианстве Иешуа А так же Передать Свежее Послание Из Сиона Присоединяйтесь К нам И следите За нашими Обновлениями На сайте www.OasisDefisMedia.tv